Привет, коллеги! С вами Стас Быков и давайте сегодня поговорим о том, как продвигать свой YouTube канал в наступающем 2020 году. Какие алгоритмы сейчас работают, как перестраивать свою работу, какие инструменты задействовать, чтобы ваш канал начал набирать обороты, на нем пошли просмотры, были подписчики, ну и, конечно, была активность. Это все сделать непросто, но, следуя моим рекомендациям, вы сможете добиться результата. Итак, смотрите, друзья, появился недавно очень крутой сервис, о котором уже и Денис Коновалов, и Кирилл Евсеев с канала «Как снимать видео» рассказали, я только до него добрался. На самом деле, я давно им пользуюсь, просто видеоролик все не успевал им записать, потому что сетка моих выходов была занята другими тематиками. И сегодня, наконец-то, я об этом вам расскажу. Итак, давайте все внимание на экран, посмотрим. Даки – это новый сервис, который позволяет видеть статистику вашего канала и других каналов. Вообще, с помощью данного сервиса можно найти партнеров для коллаборации на платной или бесплатной основе, ну и также видеть статистику по всему YouTube, чтобы знать, какая сейчас идет тенденция. Ну и, конечно, можно смотреть за своими конкурентами, это очень важно. Я вообще люблю статистику, поэтому я часто в своих роликах говорю, смотрите аналитику, делайте выводы на основе статистических данных, потому что статистика нам говорит о многом. Итак, после того, как вы перейдете на главную страницу, здесь нажимаете «Регистрация», вам нужно будет авторизоваться вашим каналом, каналом, статистику которого вы хотите посмотреть. Сервис запросит права для чтения, поэтому не пугайтесь, здесь нет ничего страшного, то есть нажимаете «Разрешить», можете, конечно, почитать там подробности, но я все проверил. Здесь вы только даете разрешение на то, чтобы ваша статистика передавалась в данный сервис. Постараюсь вам рассказать все четко, понятно, просто, чтобы вы знали, куда кликать и как это использовать в своих целях. Итак, после авторизации вы попадаете на главную страницу, здесь полностью статистика вашего канала, то есть какой доход, сколько подписчиков за последние 28 дней, можно выбрать за последние 90, за последний год, за все время, по месяцам, то есть детально можно посмотреть. Также география, видим, что у меня из России, Украины, Казахстана, Белоруссии, Индии 1,43%. Последнее видео и его статистика, также какие сообщения вам здесь написали. Затем блок избрана и информация о партнерах, с кем мы можем сделать коллаборацию. Это дашбор, здесь находятся все необходимые виджеты. Давайте перейдем в основное меню, посмотрим, какие там есть разделы, это слева вверху, нажимаем на три линии и видим, что следующий раздел это общая статистика по всему ютубу. Мы можем выбрать язык, давайте выберем русский и посмотрим статистику за последние 30 дней. Просмотров в месяц на 1,16% статистика падает. То есть мы видим, что действительно в декабре по отношению к ноябрю стало меньше просмотров, меньше подписок. Это очень интересная информация, ее можно анализировать. Также видим тренды в США, тренды в России. Лучшие категории это развлечения, люди и блоги, фильмы и анимации, компьютеры и игры, музыка. Мы можем посмотреть еще, то есть раскрывающий список и полную информацию о тех категориях, которые самые популярные на ютубе. Также топ 200 каналов, топ 100 партнерок, это все здесь находится, популярные каналы. И на основе данной информации мы можем понимать, что сейчас вообще на ютубе в целом происходит в той или иной стране. Я конечно вам рекомендую, если вы хотите найти статистику какого-либо канала, то вам нужно воспользоваться верхним поиском. Вот здесь вот нажимаете поиск и пишем, как снимать видео. Здесь нашлись каналы, которые на ютубе отвечают данному ключевому запросу. Вот канал Кирилла, как снимать видео, давайте посмотрим. Статистика за последние 30 дней, то есть просмотров в месяц 200 тысяч. При наведении мы видим более подробнее 200 тысяч 267. Подписчиков за месяц 4 900, время просмотра 10 800 часов. Это очень круто. Мы далее можем посмотреть на графиках данную статистику. Видим, что в исторических данных просмотры за месяц стрельнули. В декабре я смотрю рост. Кирилл, я тебя поздравляю. Видимо ты на тематике копа поднимаешь, подписчики также растут. Это очень круто. То есть я посмотрел статистику канала. В принципе я могу добавить канал в избранное и возможно добавлю в сравнение. Сейчас мы как раз это сделаем, чтобы далее, например, если буду отбирать каналы для коллаборации, то я смогу сравнить каналы и выбрать у кого мне лучше в данный момент взять рекламу. И еще мы видим соответствие аудитории. То есть 6,85% это вообще эксклюзивный показатель только на данном сервисе. И он через свои алгоритмы анализирует аудиторию данного канала и видит, какой процент аудитории соответствует моей. То есть чем он больше, конечно, тем лучше. То есть аудитория, значит, больше подходит и будет более лояльная. И эту информацию можно действительно использовать для своих целей. То есть вы проще и быстрее найдете партнера, сможете проанализировать его статистику. Так, давайте пойдем дальше. Топ рейтинг, например, топ 200 каналов. Ну эту информацию мы видели также на главной странице. То есть мы можем посмотреть топ каналов по стране. Выберем Россия за последние 30 дней. Итак, категория развлечения. По подписчикам идет сейчас у нас сортировка. 42 миллиона подписчиков на канале LikeNastiaVlog. Вот это очень интересно. Что еще более интересно, вы посмотрите, просмотров за месяц 2 миллиарда просмотров. Слушайте, мне самому даже стало интересно. Давайте мы можем перейти на статистику данного канала. Потому что здесь есть такая возможность. И меня это очень сильно радует. И еще меня радует то, что у меня соответствие аудитории 0%. То есть мои зрители не смотрят данный канал. Это очень радует. Итак, за последние 30 дней статистика. То есть 2 миллиона просмотров. Мы можем добавить в избранное. Можем к сравнению. А можем перейти на этот канал, чтобы посмотреть, действительно ли это так. Ну да, мы видим, что на канале 42 миллиона. И ролики набирают по 80 миллионов просмотров. То есть, друзья мои, на YouTube действительно можно раскручиваться. Но вот из-за таких каналов, которые стреляют, да, многие очень заблуждаются и думают, что действительно любой человек, любой автор может заснять один видеоролик и набрать 80 миллионов просмотров. К сожалению, это не так. Здесь нужно работать, о чем я уже говорю, пятый год. И я здесь раскручиваюсь, да, и сколько я консультаций провожу. Такие каналы, которые набирают очень быстро аудиторию и много просмотров, к сожалению, мы не знаем, какие у них источники трафика, сколько у них вложений. Вы же не знаете, может быть, канал вкладывает больше миллиона долларов в развитие каждый месяц. Такими суммами, конечно, можно канал раскручивать. Но у большинства аудиторий, кто приходит на YouTube, таких денег, к сожалению, на данный момент нет. Или он не хочет рисковать ими, чтобы вложиться в YouTube канал. Поэтому давайте мы закроем данный канал и перейдем дальше к тем моментам, которые нам помогают раскрутиться. И может быть, даже мы дойдем до этого канала по статистике через какое-то время. Вернемся в топ-каналов, то есть топ-200 каналов, в принципе, вам понятно. Еще есть топ-100 партнерок. Если вы думаете, какой партнерской программой воспользоваться, то здесь можно сделать сортировку по подписчикам, по просмотрам и выбрать топовую из топовых партнерок. Так, давайте мы страна Россия сразу же. За последние 30 дней информация. Окей. Видим, что Юла, 19 миллионов подписок. Дальше X-Media, Air, Broadband TV. Ну, дальше сами видите, да. Кстати, сейчас не обязательно подключаться к партнерке. Это 4 года назад нужно было или подключаться к партнерской медиа-сети, или подключаться напрямую к Аценсу. У меня возможности тогда не было к Аценсу подключиться, но я причину уже называлась. Интересно, то напишите в комментариях, расскажу. Я в итоге подключился к медиа-сети Юла. Поэтому я сейчас к ней подключен, вместе с ней работаю, сотрудничаю. Мы каждый месяц созваниваемся и общаемся. Это мне помогает раскручиваться на Ютубе и получать какие-то новые знания. Потом я вам их передаю. Поэтому лайк не забывайте поставить, потому что инсайдерскую информацию очень часто выдаю в своих видеороликах. Итак, ладно, мы закончили с топом. Дальше раздел коллаборации. Вот здесь как раз мы можем посмотреть каналы, с кем мы можем пообщаться на коллаборацию. То есть, по соответствию аудитории, мы видим в России 24-33%. Своим ходом, Виталик и Лиза, кстати, хороший канал. Кто их знает, тоже привет им передавайте. 21%. Может быть, мне стоит с ними сделать коллаборацию. Я нажимаю пригласить. Есть бесплатный способ и платный. Смотрите, какая фишка. Если ваш канал менее чем в 10 раз отличается от данного канала, которого вы хотите пригласить на коллаборацию, тогда она будет бесплатная. Если более чем в 10 раз, например, у вас 500 подписчиков, а у того канала 200 тысяч подписчиков. То есть, более чем в 10 раз отличается. Здесь у вас будет только платный способ. У меня с Виталиками и Лизой менее. То есть, у меня 200 тысяч, у них 255 тысяч. У нас почти равные каналы, поэтому есть бесплатный способ коллаборации. Стоимость здесь указывать не нужно. И я просто пишу. А вот, кстати, Кирилл. Давайте нажимаем пригласить. Видите, есть бесплатный способ, потому что у него 43 тысячи. Это только в 5 раз. У меня канал побольше, да, бесплатный способ. Здесь текст даже уже подставляется. Дальше нажимаю просто пригласить. Или могу написать ему в чат. Привет. Далее нажимаем отправить. Ну и все, мы сразу попадаем в меню сообщения. Здесь мы можем уже непосредственно общаться. Можем перейти на статистику канала. Сразу же посмотреть. Это мы уже проходили. Давайте дальше. Тренды. Те видеоролики, которые сейчас в данный момент, к этому часу находятся в трендах. Вот в США. Очень интересная информация. То есть вы отсюда можете черпать тематики роликов, что сейчас, например, популярно в США, в Румынии, в любой другой стране, в Таиланде. И смотреть идеи роликов. Потому что на Западе, в других странах обычно на полгода нас они опережают. И оттуда приходят все тренды. Поэтому вы здесь можете смотреть. Также мы можем посмотреть в нашей стране, вот в России. Нажимаем ОК. Сейчас статистика соберется. И видим, что сейчас в данный момент находится в тренде. Мы можем перейти. И мы видим статистику данного видео. То есть то, что находится сейчас в тренде. Мы видим, как идет по просмотрам. То есть полная аналитика. Вдруг, например, просмотры накручивают. Здесь можно будет посмотреть резкий скачок. И это будет подозрительно. В принципе, в данном случае все логично. Видим по просмотрам. 60 тысяч просмотров в час. Примерно у данного ролика. Также видим по комментариям статистику. По лайкам и дизлайкам. Эта статистика будет видна только у тех видео, которые находятся в данный момент в тренде. То есть давайте вернемся. И мы можем любой ролик также открыть. И увидим количество просмотров. Лайки, дизлайки. И график самое главное. То есть позиции. В данный момент на 14-й был на 11-й в 6 часов. А в 4-й был на 21-й. То есть видите. То есть позиции во времени. Это тоже интересная информация. То есть для того, чтобы анализировать ролик. Тренд-радар. Этот раздел показывает ваши видеоролики, когда они находятся в тренде. То есть у вас какой-то ролик выстрелил. Он здесь сразу появится. Полезная информация. Можете включить уведомления. И тогда, когда ваш ролик попадает в тренд, вы получите уведомления. Итак, дальше идем. Мониторинг аудитории. Это мониторинг аудитории на вашем канале. То есть здесь давайте сортировку сделаем. Вот в этом удобном графике. Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия. И, конечно, соотношение в процентах. Демография 78 на 21. То есть нормальная статистика. У меня всегда такая была. Каналы со схожей аудиторией. Вилсаком, сливки шоу, адми. Мы давайте даже, смотрите, что мы сделаем. Давайте мы добавим несколько каналов в сравнение. И посмотрим информацию. Я бы добавил в моей тематике. Для этого мы переходим в раздел коллаборация. Здесь сейчас мы по соответствию аудитории выбираем каналы. Добавляем в сравнение. Так, сейчас еще. Кого я здесь знаю? Ну вот давайте Академия ГЛО. То есть по программированию я их, в принципе, знаю. И далее мы здесь нажимаем сравнение каналов. Вот каналы, которые я добавил. Мы видим, когда он создан. Язык канала. Короткий URL. Странно, у Кирилла он почему-то не создан. Надо будет ему сказать. Так, соответствие аудитории, просмотров в месяц, время просмотра, подписки в месяц, подписчики, загрузки. То есть здесь вся информация, которую вы можете использовать для своего анализа. То есть я, например, сейчас думаю, у кого взять коллаборацию, да. И я смотрю, вот на этом графике особенно видно, да. Своим ходом. Ну, конечно, это не та тематика, да. Здесь у них travel. А я здесь взял по программированию, по видеосъемке. Поэтому не совсем хорошо сравнивать эти каналы. Но соответствие аудитории есть и почему бы нет. Мы сейчас по просмотрам посмотрим, да. То есть как своим ходом Виталик и Лиза, они всех, конечно, обгоняют. Далее мы можем еще посмотреть по подпискам. То есть вот по подпискам своим ходом. У них тысяча подписчиков раз в два, в три дня. Информация по тысячам идет, потому что YouTube внес некоторые изменения, да, в свои алгоритмы. И сейчас мы видим только целые числа. Здесь, в принципе, все понятно. Сравнение каналов. Можем еще перейти в избранное. Это сделано для того, чтобы вы могли сразу же получить доступ к статистике того канала или тех каналов, за которыми в данный момент наблюдаете. Ну, в принципе, здесь все. То есть раздел сообщения мы уже посмотрели. Далее мы можем просто написать разработчикам. И вот что я считаю, это отличный топовый сервис, которым я обязательно буду каждый день пользоваться. Потому что здесь я вижу полную статистику по всему мировому YouTube. Могу посмотреть конкретно в каждой стране. Также я могу общаться с партнерами и договариваться с ними на коллаборации. Это очень круто. Ну и, конечно, я могу наблюдать за конкурентами. То есть как они развиваются, какие видео они выгружают, какая у них вообще статистика. Так что пользуйтесь сервисами. Ссылка на него будет в описании. Пишите вопросы ваши в комментариях. Также, пользовались ли вы уже данным сервисом или нет. Что здесь вам нравится. Разработчикам сервиса я желаю удачи, чтобы у них все получилось. Сервис мне очень понравился и заслуживает лайка. С вами сегодня был Стас Быков. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. До новых встреч. Пока. Пока.